Привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня прекрасная солнечная погода, но не считая ветер. И солнце так шпарит, не знаю уже куда от него прятаться. Я, конечно, солнце люблю, но не в этот раз, потому что у меня постоянно какие-то блики появляются то на лице, то здесь на рукаве. Но надеюсь, сейчас я успею как раз снять, пока солнце перейдет в другое место. У меня просто в этой комнате ничего не висит, но надеюсь, нам это с вами не помешает. И сегодня хочу вам рассказать про покупки с сайта Алиэкспресс. В этот раз я вообще прям очень недовольна тем, как идут посылки. Просто еще никогда так долго не шли ко мне посылки с января месяца. Да, они доходят в итоге, но это очень сильно стопорит меня. То есть я не могу начать снимать видео и пришлось заказать еще в апреле, не дождавшись там никаких скидок, распродаж, потому что я хотела снять уже следующее видео. Сегодня покажу, что на данный момент у меня есть. Не так много, но кое-что, как обычно, есть. Так что, если вам интересно, то давайте. И далее, что я хочу вам показать. Я уже заказала для Льва. Это вот такой деревянный набор инструментов. На картинке он выглядел чуть крупнее в соотношении с ребенком, но когда пришел ко мне сюда, он, конечно, ну где-то, наверное, в полтора раза меньше оказался. Но это ничуть как бы меня не огорчило, потому что для маленьких детских ручек это как раз самое то. На самом деле Лев был просто в полном восторге, в принципе, как и мы, потому что сделан он очень качественно. И он с удовольствием каждый день играет, что-то здесь прикручивает, какие-то шестеренки. В общем, все ему это очень интересно. Я думаю, что такая вещь будет интересна не только мальчику, но и девочке, потому что к нам в гости ходит одна подружка. И она тоже здесь крутила, в общем, эти шестеренки, забивала молоточком вот эти вот гвозди. Очень-очень классная вещь. Это тоже одна из таких классных развивающих игрушек, которые мне удалось найти на Алиэкспресс. Я сейчас еще много чего интересного там заказала, но уже обязательно покажу вам в следующих видео. В предыдущем видео я, кстати, показывала две классные радуги, с которыми мы играем. Не знаю, кто-то заказывал или нет, напишите в комментариях, но я думаю, что вас эти игрушки тоже порадуют. Снизу еще раз оставлю ссылки именно на деревянные игрушки, которые там, как-то называются, деревянные игрушки, как сказать, в стиле Монте-Сори, может быть, кому-то пригодится. Далее, что я хочу вам показать, это две вот такие вот записные книжки. Вы знаете, такая обложка по ощущениям, как велюровая. И на самом деле сейчас грядет очень много праздников у моих родственников, дни рождения. Я уже говорила, что на все праздники практически я кладу, помимо основного подарка, ежедневник, потому что все люди вокруг меня любят именно от руки записывать. Да я и сама люблю, когда я увидела два вот этих блокнота. Они, кстати, продавались в комплекте. Там было много вариантов у продавца, какой комплект вы можете выбрать. То есть цвета варьировались, но так как мне нравится и синий, и, конечно же, вот этот зеленый, я взяла именно вот эти варианты. Стоили, по-моему, два вот этих блокнота в комплекте около 16 долларов. У нас в Эстонии точно днем с огнем не сыщешь таких вариантов. Так, и здесь просто линейки, куда вы можете делать свои записи. По-моему, здесь, а, да, ну здесь на китайском есть какая-то, не знаю, телефонная книга, что ли, но это вам не нужно. Также здесь есть внутри линейка. Ну, вообще, просто сам блокнот очень-очень классный. Тут где-то должен быть еще, наверное, календарь, либо он ни к чему не привязан, да, и вы можете, в принципе, даты себе сами рисовать. Так что тоже могу вам порекомендовать его по покупке, потому что сделано прям очень-очень качественно, неожиданно было за такую стоимость получить такие качественные кадры. Давайте расскажу вам про самого главного виновника этого видео. Я, наверное, больше буду уходить в режим крупной съемки и буду за кадром говорить, потому что, ну, для того, чтобы вам все показать. Если вы помните, я в одном из видео показывала, что покупала робот-пылесос от Xiaomi, тогда он только появился. Это был G1, по-моему, модель, и он был сразу с мойкой. Ну, то есть он, помимо того, что пылесосил, еще мыл полы. На самом деле, этот пылесос был, знаете, такой пробной версией для того, чтобы посмотреть, насколько он будет нужен нашей семье. И, как выяснилось, очень нужен. Мы им пользовались каждый день. И, честно вам скажу, полы стали в два раза чище, носки, наверное, в три раза чище, потому что раньше вот моешь-моешь пол, а все равно носки, если белые носишь, а в основном такие мы и носим, потом к вечеру они уже становятся почему-то грязными. В этот раз хочу вам рассказать про другой пылесос, который у нас появился. И стоит он в несколько раз дороже, но и функций у него гораздо больше. Во-первых, самое главное отличие это то, что он запоминает карту. То есть пылесос, который был предыдущий, он не помнил. Вы не могли его отправить в определенную комнату, чтобы он, например, пропылесосил только детскую. Этот пылесос все это запоминает. Еще он самоочищающийся, что очень-очень круто. То есть у него есть контейнер, в который вы вставляете мешок для мусора. Его хватает на 30 дней. И после того, как пылесос пропылесосил, вы просто вставляете... То есть пылесос возвращается на станцию. Можно включить каждый раз, чтобы был режим вот этой самоочистки. То есть поставить... Не каждый раз его включать, а поставить, чтобы это было все автоматически. Он сам вычищает полностью пылесос. Вас это абсолютно не должно заботить. Воды в него влезает больше гораздо. И он преодолевает абсолютно все препятствия. Вот для предыдущего пылесоса были некоторые такие... Вот, например, у нас есть полка, которую он не мог проехать. То есть там такие металлические ножки, они достаточно высокие. И он все время там застревал. Но хотя на ковры он забирался просто идеально. Этому пылесосу все ни по чем. Он проедет абсолютно везде. Потому что у него одно такое большое здоровое колесо. Все технические характеристики я укажу где-нибудь сбоку. Либо будет отдельным кусочком. Если вы заинтересованы именно в подобном пылесосе, который просто удовлетворит все ваши потребности, то вы можете присмотреться к нему. Я напишу тоже название, как он называется. Потому что я до сих пор... Я даже когда искала его в интернете, чтобы посмотреть точные характеристики, я даже неправильно написала название. Потому что мне было непонятно, что там написано. Но здесь я вам укажу, и вы сможете посмотреть. Что я еще хотела сказать про него. И продавец, кстати, положил еще... Это так идет, по-моему, не такая комплектация. Семь фильтров в придачу. Этих фильтров хватит семье... Ну, семье там... Из нескольких человек на семь месяцев. Потому что один фильтр работает 30 дней. Я считаю, что, конечно, очень круто. И до 18-го числа там будет действовать распродажа. Будет на него довольно неплохая цена. Потому что без всех скидок он стоит 499 долларов. И, используя все купоны, я оставлю снизу всю информацию. Если вдруг вы были заинтересованы, и вам нужен был робот-пылесос какой-нибудь, то вы сможете ознакомиться с информацией ниже. Я снимала некоторые кусочки видео для того, чтобы наглядно показать, как он работает, как он вообще сохранил карту. Я вообще была в шоке от того, что я могу направить его только в одну комнату. Вот мне, например, нужно было убрать только гостиную, потому что везде было чисто. Я направила, он пошел. А как он ищет эту док-станцию? У него вообще никаких осечек не бывает. Он сразу находит ее. С какого бы конца квартиры он бы не ехал на свое место. Поэтому тоже очень рекомендую присмотреться. И ссылку оставлю, и всю информацию в описании. Я также хочу вам сообщить, что Letyshops снова нас балует своими сюрпризами. Если вы не знаете, то Letyshops – это самый большой кэшбэк-сервис по СНГ. И в этот раз они увеличили свой кэшбэк в три раза. Это называется «Горящий кэшбэк», которым вы можете воспользоваться с 15 по 18 апреля. И активировать «Горящий кэшбэк» проще простого. На главной странице Letyshops такие предложения будут выделены красной рамкой. Вы просто нажимаете туда, переходите в магазин и получаете удовольствие от своих покупок. Это можно сделать как через браузер, так и через мобильное приложение. И ссылки на оба эти варианта я оставлю в инфобоксе под видео. Поэтому поторопитесь, если у вас вдруг были какие-то ваши желания, хотелки, отложенные покупки до лучших времен, может быть до каких-нибудь скидок, то обязательно поторопитесь, потому что я думаю сейчас самое. Следующее, которое я хочу вам показать, это вот такая мега-крутая рубашка. Я видела в группах ВКонтакте, что сейчас они просто мега-популярные, потому что очень часто выкладывают ожидания реальности именно с этими рубашками, но я нашла ее не там. Как всегда в рекламе на Фейсбуке, мне очень-очень понравилось, как она выглядела на модели, и я решила ее заказать. На самом деле, стоила она там в районе 17 долларов, я честно не ожидала, что она такого крутого качества. И эта рубашка по своей тяжести, ой, сколько пыли летает. Кстати, я не знаю, помните вы или нет, показывала, что мы заказывали очиститель воздуха, вот прошло полгода, у нас фильтр износился уже, я еще новый не заказала, и знаете, сколько пыли стало в два раза больше, так что так или иначе, все-таки очиститель для воздуха, вот этот вот от Xiaomi, да, отлично работал. Это такая маленькая была, маленькое, как сказать, лирическое отступление. Итак, что касается этой рубашки, ткань очень-очень тяжелая, знаете, я бы даже сравнила, наверное, что это как такое легкое, наверное, весеннее пальто, потому что действительно достаточно увесистое, качество тоже отличное, за исключением здесь одного шва, который немножко криво прошит, но он находится на невидном месте, за воротником, поэтому здесь тоже не будет никаких нареканий с моей стороны. Цвета тоже можно было выбрать разные, но я взяла зеленый, потому что как раз на модели был именно зеленый, и мне понравилось, как он выглядит на ней, поэтому я решила заказать. Тоже обязательно примерю, чтобы вы увидели, как это все дело выглядит, вставлю фотографию, как у модели, хотя я думаю, что вы это все можете посмотреть на сайте Алиэкспресс, ну, может быть, кому-то будет просто лень, так что эту рубашку я просто могу порекомендовать на весну такую теплую, и также на прохладное лето, и, может быть, на начало осени с джинсами эта рубашка просто супер. Посмотрю, есть ли такие мужские рубашки, я обязательно закажу. Следующая вещь, это вот такая вот кофта, которая тоже мне встретилась на просторах Фейсбука, я сразу зашла и решила ее заказать, тоже у таких кофт можно было выбрать, ну, другие какие-то цвета, но я выбрала, мне очень понравился вот этот, и здесь у нее пуговицы, они уже, знаете, как будто металлические, даже вот так вот, если ногтями я стучу, прям слышен звук не металлический, а, ну, как бы, как сказать, не стеклянный, даже не знаю, как назвать вот этот материал. Все сделано очень-очень качественно, ну, и кофту я эту заказывала там не за 5 долларов, а стоила она тоже в районе 20-25. В общем-то, на Алиэкспресс такая тема, что если вы берете вещь не за 5 долларов, то, в принципе, качество уже, вот, например, вещи там 20 долларов, 25, оно будет достаточно приемлемое, поэтому могу вам рекомендовать для того, чтобы вы могли ориентироваться примерно вот в покупках, потому что от вещей за 5 долларов нет, как бы, смысла ждать отличного качества, хотя и такие варианты проскакивают, но это, ну, вообще просто крайне редко. Кофта очень действительно классная, тоже заказывала ее для того, чтобы носить с джинсами с высокой талией, потому что она, как вы видите, такая укороченная, к вязке вообще никаких претензий нет, крупная вязка хорошая, так что тоже могу порекомендовать к покупке, так что ссылку на нее я тоже обязательно оставлю. Следующая вещь, которую я тоже заказала на Алиэкспресс, это уже был фотофон. На самом деле я очень долго искала нечто подобное, но все попадалось какое-то странное, там вот кирпичная кладка или, знаете, эти деревянные такие полоски, все это уже надоело и хотелось чего-нибудь другого, потому что, ну, тоже надоело фотографировать косметику чисто на белом столе, поэтому я заказала вот такой фотофон, его, конечно же, нужно немножко, ну, ему полежать под прессом, чтобы он выпрямился. Слушайте, я видела, как классно выглядят фотографии на таких фотофонах, вообще просто супер, даже не надо никакого красивого оформления дома, если у вас есть парочку таких, я заказала на пробу один, качество просто, ну, я не знаю, супер, очень-очень плотный такой картон, то есть она нигде вообще пришла без всяких заломов, потому что внутри вот здесь из поролона была такая труба сделана, вот, ну, когда я его выпрямлю, я потом обязательно пофотографирую и покажу, что получится, может быть, в Инстаграм выставлю, так что эти фоны могу порекомендовать, обязательно парочку закажу еще. Я когда смотрела вот у продавца фотографии, которые у него сделаны, прям не отличишь, как будто это действительно часть какая-то интерьера, а не просто печать на бумаге, поэтому, да, рекомендую и ссылку оставлю в описании. Следующая вещь, которую я снова заказала на Алиэкспресс, это вот такой вот металлический поднос, я уже тоже один показывала, в нем мы храним, ну, сюда мы кладем бумагу, пергамент, и храним печенье разное, там конфеты, в общем, очень удобно, и в этот раз я решила заказать для фруктов, ну, просто чтобы одинаковые на столе стояли, я в восторге вообще от этой серии. Если вы вдруг зайдете на Алиэкспресс именно на вот этот поднос и спуститесь ниже, то вы увидите, какие есть еще варианты, там есть огромные вот такие тарелки, потом разные подносы, очень-очень крутая серия, поэтому тоже могу порекомендовать, если ищете что-то такое стильное, красивое, выглядит все это просто супер, качество отличное, и стоимость относительно недорогая, ну, у нас в городе я точно таких вещей не найду, поэтому здесь мне, конечно, в помощь Алиэкспресс, так что ссылку на него вы тоже сможете найти в инфобоксе. И еще хочу вам показать один нереально крутой набор кистей, все, больше кисти я не заказывала, потому что, ну, полноценно поменяла уже все кисти, которые хотела, какие-то повторяющиеся я раздам родственникам, и у меня уже будет полноценный хороший набор. Когда я увидела презентацию этих кистей на Алиэкспресс, это марка Чик Хода, как-то так читается, это, наверное, что-то типа от Хаку Хода сделано, или как это называется, я не помню точно, как называется, это марка кистей, если я не права, исправьте меня, презентация на них была очень классная, фотографии очень крутые, отзывы тоже были супер, поэтому я решила заказать и абсолютно не разочаровалась. Здесь набор состоит всего лишь из 8 кистей, и стоят они дороже, чем предыдущие, но качество у них просто тоже какое-то нереальное, они мягчайшие, я их помыла, естественно, когда они только пришли, потому что все кисти я мою. Очень-очень мне здесь понравилась вот эта вот растушевочная кисточка, я как раз нечто подобное искала, кисти тоже, как вы видите, с недлинными ручками, поэтому их очень удобно держать в руках для того, чтобы делать макияж, даже не знаю, что еще про них сказать, они сделаны просто идеально, я поближе либо покажу вам, либо сфотографирую, вы увидите, что абсолютно не к чему придраться, каждая кисть идеально ровно подстрижена, но сразу видно, когда идет качество там не за 2 евро, не за 3 набор, а именно если вы там 20, 25, 30 евро отдали, то соответственно и качество, скорее всего, вам придет хорошее, поэтому здесь, если что-то не так, то вы можете и жаловаться, и просить возврат денег, но моему вообще очарованию просто не было предела, потому что, вы знаете, их настолько приятно держать в руках, они мало того, что просто красивые, но они безумно качественные, поэтому ссылку на них тоже оставлю в описании, вы как раз можете воспользоваться тройным кэшбэком и часть денег с них получить обратно, как и со всех других товаров, которые вы вдруг будете покупать и воспользуетесь кэшбэк-сервисом, поэтому обязательно к ним присмотритесь, если вы еще не купили те наборы, которые я советовала, а мне каждый день буквально приходят в личку, девочки присылают, как они снимают сториз, и благодарят меня, мне тоже не очень приятно на самом деле, что я для вас оказалась полезной, вы все в восторге от этих кистей, которые я показываю в предыдущем видео, и когда они только ко мне пришли, но вот эти тоже не выпускайте из виду, обязательно к ним присмотритесь, если еще ничего дельного не нашли, если вам не нравятся кисти с синими ручками, то я думаю, вот эти обязательно подойдут. Еще одна моя очень полезная находка, это бесконтактный градусник, я уже говорила, лев не дает нормально мерить себе температуру, а с помощью этого он с удовольствием сам это делает, на самом деле очень долго я выбирала по отзывам, и выбор пал на этот, он как раз оказался из средней ценовой категории, там не 30 евро, а дешевле, и когда он пришел, мы его со всех сторон проверили, у него действительно минимальная погрешность, плюс-минус 3 градуса мы проверяли по обычным градусникам, он очень прост в использовании, как вы видите, здесь есть кнопка скан, вы ее нажимаете, помимо того, что вы можете измерить температуру себе, можно измерять температуру разных поверхностей, дальше его направляете на лоб, и вот он показывает температуру, 36,5 получается, я осталась очень довольна, перед садиком каждый день измеряю температуру, на всякий случай, поэтому тоже могу вам рекомендовать его к покупке. Сегодня это все, что я хотела показать, уже не знаю, как прятаться от этого солнца, оно мне просто одолело, если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите мне их в комментариях, если честно, я не все комментарии вижу, потому что очень многие стали уходить в спам, не знаю, по какой причине, YouTube там что-то опять чудит, и потом, когда я уже смотрю папку спам, я нахожу там комментарии к каким-то старым своим видео, и также к новым, поэтому извините, если я на какой-то комментарий не ответила, но я уже говорила, что вы всегда можете мне написать в Instagram, в Директ, или ВКонтакте, в личные сообщения, или на Facebook, ну в общем, все соцсети, которые у меня есть, они к вашим услугам, обязательно пишите, и также не забывайте, что у меня есть группа в Telegram, где вы можете видеть все покупки первыми, ссылку на нее тоже оставлю в описании, и увидимся в следующем видео, пока!